Думаете, что Таня сейчас сегодня будет делать? А вот не догадаетесься! Короче, Таня очень дохренище различных видео. Давайте поржу. У меня, короче, вот эта вот складочка, видите, да? Не как у всех людей. Она у меня, бедно... Потому что я ржу на одну сторону, да? Она у меня появилась, где она должна вообще появляться. Делать терапию на ночь. Мать и вот так. Короче, говорят, что если прицепить вот сюда и вот сюда, и ваш лобик станет, девочки, ваш лобик станет, извините меня. Якость так, понимаете, да? Якость так. Чтоб мы видели точно цвета, когда у нас идут цвета. Птичка. Боже, морда потеет, кошмар. Кстати, кремом не намазала. И говорят, что с этой хренью можно спать. Девочки, кто пробовал, пожалуйста, расскажите, потому что это трэш. Я, конечно, пробовала на других раньше штуковинек, да? Но, честно говоря, проснулась. А морда вся потная. Вот это все стекает. Ночью я содрала этот лейкопластер. Я чуть-чуть пол шкуры не отодрала на лбу. Пробовала. Пробовала. Так, а теперь нам будем расклеивать вот эту штуковинку тоже, да? Вот так, разровняю. Так, вот так. Вот так и наклеиваем. А. Что-то она уже не держится. Ну, конечно, лента должна быть не эта. Давайте возьмем красненькую. Значит так, натягиваем вот это, да? Что мы курим. И делаем усы. Ага, натянули. Натянули обезьянную попу. О. О, якось так. Подождите, сейчас другую прилепим. Пошла следующее. Так. Теперь отцепляем вот эту центрию и натягиваем еще раз. Эй, 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 эй. Вот так вот. Боже, девки, представьте, да? Лягла вот так вот. Муженек, я глянусь, скажу, господи боже, откуда ж ты бежала, мартышка? Подождите, тут еще морду лица надо вот тут подтянуть. Тоже красненькими, красненькими. Боже, ну кошмар. Ну, конечно, надо знать точки. Ну, честно говоря, девочки, это такая хрень, я вам скажу. Вот сами подумайте, да? Вот сами подумайте. Ночью мы все равно потеем. Потом же надо еще и тут подтягивать. И тут поте... Короче. Мне кажется, это такое, блин, гэ. Потому что наверняка продают только лейкопласты в интернете. Я не знаю, сколько он выходит. Специальный. Это я простой взяла, да? Начнешь клеить. Говорят, за 30 дней ваши морщины уйдут. Уйдут к соседу вообще. Понимаете? Уйдут. Подумайте сами, да? Вот вы приклеили нормальный лейкопластырь. Вот давайте будем разоблачать. А потом вот это все, блин, сдирать надо. Вы можете представить? Вы же отдираете все эти усы. Растягиваете еще раз шкуру. И ставите на то же самое место, где она была. Не будем мы комплексовать наши морщинки, девочки. Не будем их стесняться. Они же все равно у всех появятся. Сколько бы там ботокса не залаживали. Иди в чатах. Я все. Я забарковала. Лейкопласт третий. Нажишь. И таких любят. Я не знаю, как вас, но меня так и любят. Морщиночки. Это обозначает, что вы веселый человек. Вот и все. Честно говоря, я вообще никогда не заморачивалась во всем. Многие, может, замечают эти все. Я не знаю, что. А мне как-то это все по барабану. Правда? Прикиньте, сейчас стоят это вот на сквознячке. Сейчас такой сквознячок шурует с балкончика туда. И балдею. Девки, как достала эта жара. Ребята, как достала эта жара. Опять плакается. Ой, как хочется жаркого. Мне, честно говоря, нравится лето. Мне зима. Наверное, зимой открою второй канал, потому что скучно будет. Девочки, сижу и думаю, что бы вот это приготовить. Вы знаете, я не знаю, как вы, но у меня вот это бывает, когда дома нахожусь. Одно дело, когда мама готовит. Слава Богу, что она мне помогает. Если бы она мне не помогала, я вообще, наверное, не знаю, что бы делала. А по вечерам. А вечер, как приходит, начинается жар. Вот, честно, еда не хочется. Хочется, что-нибудь такое вот, ну, не знаю, что. Сегодня мне захотелось беляшей. Как глянула, фарш анима. Ну, думаю, как всегда. Сварганим. А знаете, с чем? Будет сегодня с яйками и с лучком. Яйки, все у нас есть, но, как всегда, я делаю на свой лад. Так что я добавлю сюда крабовых палочек и кое-что еще. Потом посмотрите. А сейчас будем делать тесто. Вот видите, да, вот пришла ночь, и я вот начинаю делать, как говорится, видео. Вот свободное время, выходной вечер у нас. Кстати, тесто я делаю по самому обыкновенному рецепту, девочки. Если там кто-то делаете по-другому, напишите. Так, муки у меня всегда на глаз. Я, как кондитер, уже говорится, все делаю всегда на глаз. Где-то у меня полтора стакана. Поточку соли. Маслечка, ложки две. Крутой кипаточек. И погнали. Не глаз алмаз. А тесточка горячая. Кстати, я его не отлаживаю, я сразу начинаю с ними работать. Раскатала как-то так, понимаете. Разделила как-нибудь так. Вы сами делите, как вы же сами захотите. У меня вот такие вот блины получились. Бальфии. Я буду добавлять, смотрите, чесночный соус. Чуть-чуть, потому что оно должно быть сочное. Вот я вчера сделала олеоли. Вот это мы и добавим. Добавлю немножечко, ложечку одну. Чуть-чуть сырочка. Я знаю, что сейчас девочки мне скажут, что сейчас закидают мне палками. Что это не знаю, что это будет. Но будет очень вкусно. Так что вот так вот. Это и мой рецепт. Так что не жалуйтесь. Вот и все. И погнали. Прошлись, поштрикали и вперед. Я штрикаю. Мне не нравится, когда они, допустим, сильно бухлые. И на сковоедочку. Красота. Гляньте, лаптики. Гляньте на мою квочечку. Сидит наблюдатор мой. Учится, как делать. Наблюдатор. Ужин моя курочка ждет. Спой, птичка, не стыдись. Чтоб ты была здорова. Только пришла собак выгуливать. Устала, вообще и пала. Устала, еще и упала. Прикиньте, спотыкнулась, бедная. С коленкой ляпнулася. Ой, кошмар. Не дай бог. Вот улазят везде. Надо ходить, где люди есть. Хорошо, что маленькая. Впала и быстро встала и пошла. Ну, конечно, такая умная. Если бы была корова здоровая, то там бы разбилась. Кошмар, кошмар. Какой ужас. Кошмар, коленкой. Ну, ничего. Ой, ужас. Не первый. Ужас, а не ребенок. Ой, это у меня было так и в школе, когда мы ходили уже в 11 класс. Это у нас был такой случай. Я ходила в школу. Ну, и раньше таки были. Не знаю, как у вас. У меня была такая, где папка под руку, книжки. Ну, и шли мы всегда на нашей улице. Жила моя подружка и еще там мой одноклассник. Троем мы шли додому. Ну, я ж ту папку так под руку. Делови такие, где можно разговаривать. И тут я падаю. Падаю. И тут же упала. И быстренько встала папку ту под руку. А они не поняли. Кажут, ты падала? Чи что? Мы не поняли. Как ты, как раз, что-то уменьшнуло. Упала, встала. И стоять, как солдат. Вроде я никогда не падала. Ничего за мной не было. Стою и даже не улыбнулась. Они хохочут. Кажут, ну, ты даешь. И как мячик, карабух. Упала, встала и пошла. Вот так мне сегодня было. Страшно. Иду с собаками, поводкишу у меня. И тут же торбочка с той водичкой. И бабушка пішла юзом. Ноги уже, деду, не поднимаю. Как низко уже. Высще поднимай. А еще в тих шлюпках, блин. И я спотикнулася. И на правое колено, воно уже у меня. И еще был случай. Сейчас расскажу вам. За это колено. Пошла я на рыбалку. Бабушку приносила. Давай, рассказывай. Пришла я на рыбалку. Это был выходный день. Воскресенье, наверное. Ну, где-то так после дождя. Мы ходили на рыбалку. У нас была там своя группа пенсионеров. Любителей рыбалки. Когда это было? Это было, наверное, год 8, может 10 назад. Ну, пошла, пошла я. И как раз пришла после дождя. И воскресенье, да. Ну, что никого не было на нашем месте. А там так вот и... На причал? На причал. У нас там много причалов. Ну, у нас был причал, где мы рыбаки с 12. Пришла, а воно так травичка, мокро. И потом идешь до берега. У нас озеро. Речка и озеро там все на острове. Ну, короче, травка такая, а в той между бетоном, забетонирована. А вот между бетоном и причалом, ну, в общем, землею, была ямка. Но она как-то заросла травою. Я и знала про нею. Ну, так получилось, что скользко. И я иду, а у меня такое было ведро заводское у нас. Вот краски нам хлопцы там дарили вместо сиденья. Мы лежали достичку и туда сложили все свои причандаляшими, гудочками там, какие-то там, что там у нас. Это чтобы сесть, да, получается? Да, чтобы сесть, в место стула, чтобы с дому не таскать, потому что троллейбусом ехать там все. У нас были определенные места, где мы все это ховали. И я ловила в основном на камешину. Камешина то самое легче. Все-таки поломалась, пошла другую выломала. Ну, по очамере. Выломала себе камешину. Приспособления у меня все дома сделаны. Прицепила, села. И хотела сюда. И тут я иду юзом. Получается, правая нога пішла в яму. А сама осталась, в общем, ласточку бабушка сделала. Ведро пішло мое, в общем, по кувыркам. Все разлетелося в сторону, а я в ту ямку. И я так залезла, а там вода и болото, в общем, нога осталась там и я там. А оттуда витягнуть я уже не могу. Если я витягнула ту ногу, а встать на ногу не могу. Боже мой, и ни где никого нет. Дальше метров, наверное, мне надо было сто. Там уже были дачники. И мне как-то надо было доповзти туда. А я встать на ногу не могу. Ну, короче, витро я это вставлю впереди и повзу. Витро это переставила и повзу. А боль адская. О, что мне доповзла, я там уже кричу дачникам, там моя наша, была Люда причальна. Я говорю, Людочка, ой, как мне, не знаю, что делать. Ну, короче, варя, вона с чоловьком подошли, меня подняли, а я встать на ногу не могу. Кошмар. Слава Богу, у тебя люди были. Да. Вона потом, там была медсестра рядом. Вони, что мне сразу приложили холод и забинтовали ту ногу. И взяли машину. Короче, посадили меня эту машину, повезли в травкунт. Кошмар. Травкунт. Приехала, а я встать на ногу не могу. Сильный ушиб. Ну, короче, варя, цей мене причальний, привез додому машину и завел в квартиру. Короче говоря, я додому целую неделю ходила. А палки ж не было. Швабра на обратную сторону. Это у меня было место костиля. А ты помнишь, у меня тоже, когда я ногу поломала, была, дошла в рейхтоди. Да, это же так и я. А потом, вы знаете, еще ходила с палочкой довгенько. И вот у меня это же колено, оно у меня уже травморно, неоднократно, как-то скажет. И вот сегодня я снова пострадала. Вот это у меня такие приключения были на рыбалке. А еще было. Расскажи за ушика, ушика, мама. А на рыбалке у нас были и птички, мы кормили, и ушики, и жабы кормили. А вот за жаб я вам расскажу, что никогда я не знала, что жабы едят рыбу. Как-то мы спокойным человеком, мы рыбачили везде себе там на острове. И такие маленькие бички попадали. А мы их кидали обратно под ноги. Мы обычно кошки брали, но у нас сколько рыбы было, кошки хватало. Ну что-то так получилось, что человек кинув того бичка. И тут жаба пригнула и схватила того бичка. И он, правда, тоже удивился, потому что не знал. И вот я с тех пор знала, что у жабы едят бички. Ну и на причале сидим умери, бачим, у нас покойная Юля сидит. Я, ну как ты скажешь, было свое место, и за кустами так. Ну и я сидю, ловлю, это же рыбку, и бички ловлю, и кидаю, и жабка сидела. А вона вот есть, тут прискакала еще одна жабка, и все левряты, я ловлю тут бички. А ты кормишь? Да, я их кормлю и разговариваю с ними. Кажу, на, тебе, да, тебе, а Юля рядом сидит. Так, каже, не, на, скинь ты там разговариваешь? Я говорю, с жабами. Скинь, я говорю, с жабами. А вона говорит, что ты делаешь? Кажу, бичками кормлю. Вона пришла, подивилась на эту комедию. Кажет, ну ты даешь. Ну, начала и вона так кормить. А потом у нас было тоже одно место, где мы могли сести в ряд. На цей же бетоне, где я упала. Ставили ми витро. Так что надо бы такими упасть и опять туда лезть? Нет, это было, я вообще рассказываю, за то место, что там мы всегда рыбачили. Ну, где у нас был уш, вручный муж. Может, мы привучили. Сидели мы, один у нас покойный, все покойные, ой, сколько покойных моих рыбаков. Ну, короче говоря, Витя сидит и чую, разговаривает. А я Витя говорю, станьте, разговаривай. Нет, это наш сосед. Риженко-батька. А он говорит, что у меня друг тут есть. А я говорю, что он говорит, что я в верху лодку беру, бочки ему. И кидаю, он говорит, что у меня каждый день припомзает, и я его кормлю. Ну, мы тогда начали все это, что, ломим там маленькую рыбку и кидаем туда тоже. Ну, и одного раза, а у нас один был такой нехороший рыбак. И он, короче, его гонял. Ну, а мы тоже, Юля пошла на его место, села и сидит. И так получилось, что я рядом, и Юля, и он припомз. И она хотела ему кинуть, а он на ходу в ней из руки взял. Представляете? Ну, в общем, взял ту рыбку и втекать. Ну, так что характерно, вот какие же они тоже умные животные. Рептилы. Да, припомзал сам, а потом еще и друзей своих приводил. И мы тогда, это же кормили их. Вот это такие у нас были птички, особенно зимой на зимней рыбалке. Так они из рук у нас хлеб ели. А лебеди тоже, да, припомзали у вас? Да, и лебеди, и синечки. И вот эти курочки, називались они комишанки. Ага. Был кот такой у нас здоровый, черный, и сирый кот был. Ну, короче, и сидит, и ты дивится на поплавком. Как поплавка это дёрну, он уже знал, что это клюв. Он уже сидит, голову поднял. Уже как тянешь рыбину, он уже сидит и лапами, тоже ждет, пока мысти... Просил. Да. И второй раз, не в спине что-то схватить, это не один раз было так. Он хватает эту рыбу и тикает. Тикает и обрывает крючок. И с крючком, я думала, Господи, когда первый раз он меня съел рыбину с крючком, я на второй день думала, что кота уже не будет. Боже, бедный кошмар. Он как-то ел и выплевывал. Чебок его знал, не знаю. Ну, короче, это не только у меня было, а многих рыбаков он крав. Вот это украде и пойдет съесть. И с крючком. Кошмар, ты понимаешь? Ну, крючки у нас, конечно, мы на рыбка разловили. Обычно я ловлю на маленький заглотиш или двоечка, маленькие крючки. Все равно, представь. Да, ну, все равно. Тут собаки домашние коты как возьмут что-нибудь, а потом в ветеринар есть. Одно разу кошка была, она привела котят, и она приходила, я ее подкармливала. А главное, как умно, приходит, котят посадит в сторонки, а сама приходит до меня. Я на понтону, я тут таком понтон у нас был, и ловлю. Она приходит до меня, это берет рыбку и несе им, а они сидят и ждут. Ты представляешь, какие умные? Да. И она сама не ест. Это пока их накормит, а потом приходит и сама уже ест. Вы представляете, это какие умные животные. Матери разные бывают, да? И было в лодке, она их прятала. И это тоже лодку носила им. Ну, и один раз она пришла и что-то тоже вот так сидела, сидела. И взяла, она у меня вкрала рыбинку из крючков. И в ней остався на губе. Ой, бедно. Боже, я говорю, я ей эту кошечку хотела же забрать этот крючок. Думаю, Господи, ну как же выкирбить? А она думала, что ты еду, наверное, хотела забрать. Ну, знаешь, кошка у нас же дикая, она на причале живет. Но все равно, хотя мы ее кормили все, но все равно. А потом, вы знаете, через время я ее уже наблюдала за ней. А воно в ней вигнило. Представляете, випал той крючочок. Ну, в общем, жалко мне. И так было ту кошку. Потому что на рыбалке было соков приключений наш. Ой. Скучаешь, да? А телефон была упустила. Сидю на рыбалке. Весна была, рання весна. И такий кнопочный телефончик у меня был. И то же телефон. А, вот тут у меня корман был, как зверху. И такая куртка была, и мне засебался. И как-то я еще подивилась, положила. И он упал в воду. А у паводи рядом камыш, и трава такая, и вода. А еще рання весна, вода еще холодная. А я, вы представляете, это же рука в куртке. Я бегала туда раз, и так по плече. Мокре тече. Ну, достала. Зато телефон спасла. Телефон вытянула. А на другой стороне рыбачка кричит. Там у нас была канава такая. И еще, ну, речка, затока такая была. И рыбаки с одной стороны, и с другой стороны. И на другой стороне сидит тоже рыбачка. Нина кричит. Нина говорит, давай его разбирай и суши. Ложи его, когда суши. Вриз надо ложить. Так и то бриз на речке. Не, ну вообще надо бриз вообще ложить дома. Дома, дома ложила вриз. Я его разложила, в общем, сушила. Потом не трогала. Пришла до дома вриз зарила. Ну, в общем, через сутки включила работу. Внуки наши старые. Внуки наши всегда работают. Внуки, я вообще, он у меня крайний рим, медные трубы прошел. Я его так любила. И падал, и вадил, пух, где он только у меня не был. А сейчас, блин, с телефонами какие рублятся? Ой, а сейчас он его два-три уже выкидает. А нука, у меня 13 год почти был, если не больше. Кошмар. Это такой был телефон у меня. Это вообще без Испании, когда приехала. Да, 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 да. Ой, ну такой хороший телефон был вообще. Оранжевый, я помню, с гитаркой. Да, да, да. Я его и на шеи носила, а как я его только не носила. Так что были приключения. С кожаной гитарой. А потом он тоже был приключен. У меня еще было приключение. Ловила, пришла на рыбалку. Тоже еще была холодная весна или осень. Я не помню, он нашел куртки все. И у нас был такой пантон, он качался на воде. Ну и там такое место было, кто первый прийде. Ну и я пришла, села, ловила. И тут прошла лодка, волна. Представляете, волна. И ведро ходит из-под меня. Все, падаю в воду, поплило. Удочка поплила. И я в воде, вот так, до половины. Получается, правая сторона, нога, рука, вот это в плече, все. Я в воде лежу и мовчу, не кричу. А рыбаки же вокруг сидят, наблюдают все, я буду дальше. А я не кричу, лежу. И все, барахкаюся, чтобы вылезти из этого пантона, чтобы не впасти полностью в воду. А холодно. Короче говоря, хлопцы побачили, на той стороне, там стояли у нас, ой, как они называются, дивиться, катера, не катера, а яхты. И у яхтсмена была лодка маленькая така. Он сидит на ту лодку, ловит мои вещи, ведро. По шоке тебе надавал бы? Привез мені, каже, че ж ты не кричишь? А че ж ты не кричишь? А мне, каже, стильно было кричать, так я, короче говоря, достаю я, это все мокро, бегом за свои женщины, додому ж сушиться. Йду в автобусе, а оно, оце ж таке, знаете, тече. Ой, кошмар. Ну, удачно, как-то, це ще не, ще, ще, ще у меня два случая было. Пришли мы на рыбалку, тоже ж весною, а воно, после как-то, дощ, и трава, и скользко так. И я ишла, ишла, и падаю. Падаю, и так получается, снова, что за рукою в воду, в общем, до половины. Ну, это концер. Рыбачка Соня. А у нас там всі, вот скажут, ну, Ніна, ты в своем репертуаре, каже, тебе весна, окритие, говорит, то тонешь, то плаваешь, то падаешь. Страшно. Ой, блин. Ну, в общем, было в моей жизни приключение, какие ты хочешь. Рыбачка Соня. Есть, чтобы вспомнить. И такая компания у нас весела была. Мы дни рождения отмечали, собирались, и ой, так скучаю за нашими. Ну, ничего, дай Боже, дай Боже. Так же никого не маю. Так, Соня, смотри, что ты заработала. А ну-ка. Ай, бабушка, заработала, забрехню свою. Подожди, подожди, давайте покажем. Смотри, какая красота доча напекала. Пока я языком напала. Ну, ты ж заработала, теперь будешь кушать. А воно, теперь будем вечерять. Приходьте, девчата, до нас на вечер. Худеть, девочки, худеть будем. Приятного аппетита. Дивиться, какие вкусные у нас получилось. Ася, все. Хрустасия, вкусная, вкусная. Вкусная, дуэцеприватова. Спасибо. Не мазов. Так что пошли мы худеть, девчата. Да. Приятного всем аппетита. А нам тоже на ночь глядячи. И до завтра, мои хорошие. Ставьте лайки, бабушки. Пока, пока. И смейте. 6 NFC. 6 NFC, девчата. Так что ждите еще истории от бабушки.